Прежде чем начнется выпуск, важное объявление. У меня есть второй канал, не связанный с физикой, и с 25 числа там будут появляться ролики о моей поездке в Европу на вот таком вот автобусе. Два года назад мы уже совершали путешествие в Германию, было очень круто и обалденно, можете пока посмотреть те ролики. Сейчас поездка будет еще глобальней, еще больше стран, так что подписывайтесь на мой второй канал и на мои аккаунты в соцсетях. Будем общаться в комментариях, обмениваться мнениями, можем даже свернуть с маршрута, куда посоветуете. Так что подписывайтесь, не пожалеете. Ну а теперь к выпуску. Всем привет, с вами Побединский. Это Большой Адронный Коллайдер, самый мощный ускоритель элементарных частиц в мире на данный момент. Он разгоняет пучки протонов до вот такой чудовищно огромной скорости. И это реально много, сравните со скоростью света. Всего лишь трех метров в секунду не хватает, чтобы они неслись так же, как фотоны. Но три метра в секунду? Серьезно? Это же вообще, пф, скорость бега трусой. Неужели там нельзя что-то подкрутить, поднять мощность и разогнаться быстрее света? Увы, это невозможно. Даже теоретически ни один материальный объект не может двигаться быстрее скорости света в вакууме. Это закон. И ни в одном эксперименте отклонений от него не обнаружено. Но есть этому какое-то объяснение. Почему во вселенной вообще существуют ограничения на скорость? Неужели я не могу разгоняться, разгоняться и разгоняться, если у меня достаточно много энергии? Неужели остановит какая-нибудь полиция скорости света и скажет Вы знаете, с какой скоростью вы двигались, сэр? Не видели знак, да? Выйдите, пожалуйста, из космолета. Но кроме шуток, объяснение этому есть. И я считаю, оно одно из самых красивых и элегантных в физике. Дело в том, что во вселенной абсолютно все движется со скоростью света. Звучит как бред, согласен. Но дайте мне несколько минут, и я все объясню. В некоторых местах будет сложновато, но вы только послушайте. Для начала нужно отметить, что согласно теории относительности, при увеличении скорости растет и масса. На малых скоростях это незаметно, но при приближении к скорости света она увеличивается до бесконечности. Разгоняться будет все сложнее и сложнее, и не хватит энергии даже всей вселенной, чтобы хотя бы достичь световой скорости. И уж тем более преодолеть ее. Вот такое вот ограничение. Хочу успокоить тех, кто бегает, чтобы сбросить лишний вес. Не переживайте, как только вы остановитесь, масса уменьшится до обычного значения. Главное, на весах не двигайтесь слишком быстро. Вот только увеличение массы объясняет не все. Например, почему фотоны безмассовые частицы тоже никогда скорости света не превышают. Оказывается, дело в другом, а именно в устройстве самого пространства и времени, которое мы часто себе представляем неправильно. Но если как следует разобраться, все становится очевидным. Отталкиваться нужно от того, что мы живем в четырехмерном мире. Помимо трех пространственных измерений, длины, ширины и высоты, есть еще одно, временное. Давайте для удобства возьмем только одну пространственную координату и одну временную, х и т. Допустим, какой-то объект перемещается вдоль оси Х. Мы можем обозначать его положение в каждый момент времени. Все они будут образовывать так называемую мировую линию. И заметьте, это не траектория объекта в пространстве. Он движется только влево или вправо. Это его положение в разные моменты времени. Если что-то покоится, его мировая линия это вертикальная прямая. Если движется, то наклонная. И чем больше скорость, тем больше наклон. Потому что за один и тот же промежуток времени преодолевается большее расстояние. Можно даже обозначить наклон, соответствующий скорости света. Ну, или, например, скорости флэша. Он, как видите, движется даже быстрее. И самое интересное, что в нашем мире нет неподвижных объектов. Даже если ты сейчас сидишь у компа, развалился такой, то у тебя тоже есть скорость. Только ты перемещаешься не в пространстве, а во времени, вдоль временной оси. И стоит отметить, что и подвижные тела тоже движутся во времени. Ну что ж, если на этом этапе все понятно, то начинается самое интересное. Теперь мы готовы к ответу на вопрос, почему же скорость света максимальна. И он вас точно удивит. Дело в том, что раз мы в четырехмерном пространстве, то и скорость тоже должна быть четырехмерной. Ее называют 4-скорость. Она показывает, насколько быстро тело движется в пространстве времени. Ее можно обозначать на нашем графике, это будет касательно к мировой линии. Но мы начертим для нее другой, где будем раскладывать на составляющие. По горизонтальной оси будет откладываться компонента движения в пространстве. Ну, то есть наша обычная скорость. По вертикальной оси компонента движения во времени. Тут посложнее, но сейчас разберемся. Главное, что две составляющие образуют вектор 4-скорости. Итак, если вы сидите ровно, ничего не делаете, то перемещаетесь только во времени. Со скоростью 1 секунда в секунду. И 4-скорость просто вертикальна. Но если начать движение, появится другая составляющая. Вектор 4-скорости будет наклонен. И теперь самое важное. То, о чем я говорил в самом начале. Оказывается, 4-скорость всегда одна и та же по величине. Она равняется скорости света. То есть мы все абсолютно всегда, вне зависимости от нашей активности, несемся в пространстве времени с одной и той же 4-скоростью. И ни увеличить, ни уменьшить мы ее не можем. Единственная возможность – это менять ее направление. Это как будто бы мы несемся по автобану, у нас отказали педали тормоза и газа. И единственное, что остается делать – это поворачивать рулем влево-вправо. Если начать двигаться, мы ничего не добавляем к 4-скорости. Мы просто изменяем ее наклон. От этого и возникает составляющая обычного движения в пространстве. И посмотрите, чем быстрее мы идем, тем больше наклон 4-скорости. Обратите внимание, при этом уменьшается скорость движения во времени. Это и есть тот эффект замедления времени, которым знаменита теория относительности. Все так и есть. Чем быстрее вы движетесь в пространстве, тем медленнее вы движетесь во времени. И, наконец, самое основное. По мере нарастания скорости угол будет все меньше и меньше, пока 4-скорость не станет совсем горизонтальной. Это как раз-таки соответствует движению в пространстве со скоростью света. И куда дальше? Как бы мы не поворачивали 4-скорость, больше ее компонента уже никак не станет. Вот он предел, дальше которого, ну, просто невозможно. Он следует напрямую из самих свойств нашего мира. Так что двигаться быстрее скорости света – это то же самое, что быть горизонтальней горизонтального. Согласитесь, это и правда невозможно. Стоит отметить, что это очень упрощенное объяснение. Труфизики сейчас фыркают и приговаривают, что масса не изменяется – это инвариант, а увеличивается импульс, что метрика пространства-времени не евклидова, и что составляющие 4-скорости совсем другие. Да, они правы. Но для первого приближения, для понимания сути, я думаю, такие упрощения оправданы. Почему же мне так нравится это объяснение? Мы часто принимаем за конечную истину то, что понятно интуитивно. Ну, например, если что-то толкнуть, то оно разгонится. И нам кажется, что мир устроен именно так, как мы его ощущаем. Но ведь мы видим и воспринимаем только вершину айсберга, только часть чего-то большего. На самом деле, все, что нас окружает – объекты, их движения, течение времени – это все только лишь следствие более глобальных и фундаментальных законов физики. Мир устроен намного сложнее, чем нам кажется. И, как показывает практика, его истинное устройство может в корне отличаться от нашего жизненного опыта. Но это нормально. Никто не говорил, что в четырех измерениях будет все так же, как и в привычных нам трех. Именно это заставляет думать, напрягать извилины, искать другие подходы и открывать что-то новое. Ну, разве это не прекрасно? Так что не останавливайтесь на достигнутом. Докапывайтесь до сути, мыслите критически, ищите здравое зерно в любых рассуждениях. И тогда картина мира будет вырисовываться прямо перед вашими глазами. Ну и, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на этот канал. И спасибо за просмотр. Субтитры подогнал «Симон»!